В городе продолжают расселять аварийные дома. В некоторых из них находятся не только квартиры, но и магазины. Как рассчитывать компенсацию или какое жилье предоставить людям, понятно и четко прописано в федеральной программе расселения. А вот ясности вопрос с собственниками нежилых помещений законодатели не внесли. Какое решение нашли в Новосибирске, расскажет Михаил Якимов. Ветхим бывает не только жилье. Если дом признан аварийным, то все нежилые помещения в нем тоже опасны. Чаще всего это первые этажи с магазинами, парикмахерскими, аптеками. В доме номер 3 на улице Мира уже никто не живет. Дверь в подъезд закрыта, а в некоторых окнах даже нет стекол. Однако по-прежнему более десятка коммерческих компаний продолжают работать на первом этаже здания. Кто-то арендует помещение, а кто-то является собственником. Но вскоре им вслед за жильцами тоже придется переехать на новое место. Андрей – собственник части этой нежилой площади. После признания дома аварийным коммерсант столкнулся с проблемой. И причина этой проблемы в федеральном законодательстве. В законодательстве такого нет. Есть по вопросам жилья, федеральная программа расселения аварийного ветхого жилья. А нежилых помещений там ничего не говорится. То есть это на рассмотрение судов в основном. Как суды к этому относятся, все везде по-разному. С конца прошлого года в городе действует специальное постановление. Владельцам нежилых помещений в аварийных зданиях компенсируют стоимость недвижимости. Из бюджета выплачивают так называемую выкупную стоимость. Ее рассчитывают лицензированные оценщики. Учитывают также убытки собственников. А после предоставляют им результаты оценки. Чтобы они ознакомились с оценочной стоимостью и выразили свое согласие, либо несогласие с этой стоимостью. В дальнейшем, если граждане, если собственники согласны с выкупной стоимостью, она будет им выплачена. Если они не согласны, дело будет перенесено уже в судебную плоскость. Андрей с суммой компенсации не согласен. Считает 15 миллионов рублей за 600 квадратных метров в аварийном здании недостаточно. Муниципалитет готов выплатить именно такую компенсацию, опираясь на данные независимой экспертизы. Андрей провел собственную оценку. Если собственник и представители муниципалитета не договорятся, решить спор может только суд. А он вправе провести еще одну оценку. И в этом случае торг будет уже неуместен. Михаил Якимов, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.